Привет, Лего Мэны! С вами я, Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор Лего Человек-паук, артикул которого 76113 под названием «Спасательная операция на мотоциклах». В этом наборе 235 деталей, год его выпуска 2019 и рекомендованная розничная цена этого набора 1999 рублей. Да, вы не ослышались, набор у нас считается новиночкой 2019 года, хоть и вышел в конце 2018. Сет вполне себе годный, включает в себя две постройки и три новых крутых минифигурки. И сейчас мы разберемся со всем по порядку, но только после того, как ты поставишь этому видеоролику свой паучий лайк. Сделал? Если нет, то у тебя есть повторная попытка, Карнаж долго ждать не будет. Ну все, теперь начинаем! В нашем наборе три минифигурки, и начнем мы, конечно же, с Человека-паука Питера Паркера, который является новой версией минифиги. Данный паучок совершенно точно базируется на Паркере из линейки комиксов о пауке под названием «All New All Different». Фигурка имеет шикарные принты спереди и сзади, а также два слоя пластика на ногах, красного и синего цветов. По черному контуру глаз вы также можете заметить дополнительный блестящий контур, что придает Спайди еще более удивительный вид. В наборе у нас есть много вариаций паутинок, которыми можно его вооружить. Ну а как они выглядят в деле, мы посмотрим на примере Человека-паука Майлза Моралеса, являющегося нашей следующей минифигуркой. Да, они получились длинноватыми, поэтому он немножечко криво влез в кадр. Ну ладно, сейчас мы это исправим. Итак, я думаю, если вы смотрели шикарнейший мульт, вышедший в этом месяце под названием «Человек-паук через вселенные», то вы отлично знакомы с данным персонажем. Ну а если нет, то я на Новый год дарю вам скорейшую путевку в кино, так как данное произведение искусства абсолютно точно заслуживает вашего просмотра. Понравится как взрослым, так и детям, я гарантирую. Говоря о минифиге, ранее она также выпускалась в 2015 году. В наборе 76-0-36, кстати, тоже вместе с Карнажем. Посмотрим же на них в сравнении. Слева стоит наша версия, а справа старая. Честно признаюсь, прям так сразу и не сказать, что они чем-то отличаются друг от друга, но это не так. Отличие заключается в толщине и более ярком цвете паутинки нашего предка. Кроме того, кисти рук теперь черные, а не красные. Принты спереди и сзади абсолютно разные, хоть и похожи в общих чертах. А также размер глаз Майлза стал меньше. Ну а какая версия нравится вам больше 2015 или 2019 года? Пишите в комментарии к этому видео и голосуйте в высветившейся подсказке. Последняя минифигурка набора это, пожалуй, один из самых безумнейших врагов Человека-паука. Карнаж. Этот симбиот является отпрыском Венома, а его носитель это серийный убийца Клетус Кэссиди. Сразу же приведу предыдущую версию минифиги из того же набора, что и Майлз Моралес, в сравнение. Как вы можете заметить, версия 2015 года чуть более детализирована за счет принтов на руках. В целом эти минифигурки абсолютно полностью отличаются друг от друга и лично мне старая версия нравится немного больше, чем новая. Своё мнение оставляйте в комментариях, а также голосуйте в высветившейся подсказочке. Однако, одной из особенностей Карнажа является его любовь к созданию оружия из своих частей тела. В Лего это отлично воссоздали и сейчас вы в этом убедитесь. Вот так выглядит Карнаж со своими симбиотическими щупальцами. Они очень классные и, как вы можете заметить, благодаря им он может даже у нас находиться в воздухе и передвигаться на них. В общем-то, конечно же, они у нас двигаются в абсолютно разные стороны, могут двигаться так, могут двигаться на 360 градусов, по-всякому вертеться. И, в общем, вы можете передавать им абсолютно любую форму и делать их в разных вариациях. Можно его вот так поставить, кстати говоря, да, у него также есть вот такие вот небольшие отростки, которые идут из рук и они прицепляются на вот таких вот прозрачных детальках, как и паутинки у паучков. Они крепятся на таких же детальках. Вот так это выглядит. Мы можем их вообще полностью убрать из его рук и замотать их паутиной, потому что у нас в наборе есть комплект всяких разных интересных паутинок, которые я вам покажу далее в видео. И одной из них являются вот такие вот паутинные наручники. Они мне нравятся, наверное, больше всех из данных паутинных вариаций и выглядят реально прикольно. Вот вы можете это пронаблюдать на нашем карнаже. Все, паучки его схватили, повязали и отвозят теперь в тюрьму. Сет состоит из двух частей. Это, конечно же, наш спайдер-цикл, основная часть, и вот такой вот генератор. Ну, честно говоря, предназначение данного генератора пока что я не знаю, так как вроде как, по слухам, данная линейка наборов по Человеку-пауку издается по предстоящему LEGO мультику о Человеке-пауке, который вроде как, по слухам, выйдет в 2019 году, но пока что никакой подробной информации об этом нет. Так что будем ждать и гадать. И хотелось бы также сказать, что LEGO-вцы, похоже, прикрыли линейку супергероев, потому что, как вы могли заметить, они теперь здесь не написали LEGO Super Heroes и написали LEGO Spider-Man. И точно так же они поступили с LEGO Batman, правда, там они вообще поместили просто логотип Бэтмена. Ну и также, если вы уже видели картинки предстоящих наборов по LEGO Капитану Марвел, точнее там один наборчик есть по данному фильму, то у нее также написано просто Капитан Марвел без логотипа супергероев. Это странновато, не знаю, что у них там произошло, пока что никакой официальной информации вроде как не было. Ну и чтобы не пропускать никакие новенькие наборчики, конечно же, подписывайтесь на мою официальную группу LEGO ВКонтакте. Ссылка всегда находится в описании к этому видео. Ну и вообще ко всем видео. И давайте же начнем рассказ с спайдер-цикла. В общем-то вот такой мотик, он, конечно же, немного, ну как немного, в разы, наверное, больше масштаба мини-фигурки. Сейчас я поставлю рядом человека-паука, и вот как он выглядит рядом со своим мотоциклом. Конечно, у нас в жизни таких не бывает. Может и бывает, но по городу они явно не ездят. Его можно, конечно же, сюда прицепить и ноги вставить в эту вот черную детальку. Она, в принципе, не знаю, для чего тут нужна. Скорее всего, только если спайди-ка вот так вот ставить на мотик, чтобы он не держался за руль. И так это будет выглядеть. Конечно, сюда обычный человек вряд ли заползет, только если вот так вот очень-очень с трудом. Ну а спайди может использовать свою паутину и заскочить сюда вот так все еще кемператор скрутить и нормально запрыгнуть. В общем-то, сам мотоцикл, естественно, не супер детализированный, но выглядит неплохо и, конечно же, узнаваемо. Здесь у нас красные и синие цвета, человека-паука. Здесь есть наклейка в виде паучка. Вот такая вот прикольненькая. Сзади тоже паутинка нарисована. Это все наклеечки. Прикольные достаточно колеса. Здесь такой белый обод у нас. Мне не очень нравятся вот эти вот техниковские детали, потому что дырки портят внешний вид. Но ничего страшного. Также задняя часть у нас может подниматься. Здесь можно по-всякому регулировать, как вашему паучку будет уже удобно. Можно сделать вот так. Можно, кстати, ее вообще эту часть убрать и будет выглядеть наш мотик вот так. Может даже чуть поприкольнее, а может это похуже. Не знаю. Зависит от вашего вкуса. Кроме того, вот сейчас у меня выстрелил мотик наш вот такими паукоботами. Новая деталька. Здесь и, кстати говоря, в этом наборе два. И второго запасного можно прилепить, допустим, вот сюда вот сбоку к вашему мотоциклу. И стреляет он обычно вот таким вот образом. Надо нажать на данную темно-серую деталь. И он у нас выстрелит. Достаточно удобный такой мотоцикл. Им классно будет играть детям. Он устойчиво держится на своих широких вот этих вот колесах. И, кроме того, можно также делать вид. Якобы спайди у нас едет в каком-то потоке машин. И объезжает их по-всякому по-разному. Потому что он устойчиво стоит вот так вот на боку. Также сделана такая небольшая функция. С другой стороны есть вторая пушка, которая уже стреляет паутиной. Но только лишь понарошку. Эту паутинку мы можем вот так вот достать. И пульнуть во врага. Здесь вы можете заметить как раз-таки новые вариации паутинок. Сейчас на экране вы увидите полный комплект этих паутинок. И они шли с каждым набором данной линейки паука. Кроме, по-моему, джуниорс наборов. Прикольное нововведение 2019 года. Ну и последняя функция данного мотоцикла. Это то, что наши пушки могут себе из сторон наклоняться. В любые стороны, как вам удобно. Вот так выглядит спайди уезжает. Кстати говоря, катается он очень хорошо. И ничего у нас не падает. Следующая часть это вот этот генератор. Который пауки уже замотали своей паутинкой. Ее, конечно же, можно вот так убрать. И здесь у нас будет какая-то ячейка. Которую можно взорвать при помощи данной функции сзади. Вот таким вот незамысловатым образом. Неплохая такая штукенция. Она мне может даже нравиться чуть побольше, чем мотоцикл паука. Чем основная часть набора. Прикольная. Такая земная какая-то локация. Небольшая. Классненько выглядит. Хорошее дополнение. Здесь у нас наклеечки также. Какие-то экранчики. Опасность написано. Здесь у нас, видимо, это какая-то микросхема безопасности. Какая была или что-нибудь типа того. Карнаж ее разрушил. Поэтому генератор решил взорваться. И только паутина паучков смогла предотвратить взрыв. Пока что неясно. Вообще неясен сюжет данного набора. Поскольку мульт еще не выходил у нас на экраны. И также здесь мне нравятся вот такие вот блестящие детальки решеточек. Тоже классненькие. Триугольные решеточки. И есть также и принтованные детали в виде вот этих вот желтых с черными полосочками. Вот такой вот сет. Здесь есть также небольшие светильнички такие, фонарики. И кроме того мы получаем также зеленую, красную и вот такую вот какую-то голубенькую детальку. Интересные цвета. Вот так это выглядит. Пришло время подвести итоги. Как же я оцениваю данный набор? За функции я ставлю ему 5 счетов Капитана Америки из 5. Поскольку я считаю, что и здесь вполне достаточно. И дети смогут хорошенечко наиграться данным сетом. Ну а также они вполне оригинальны. У нас может здесь взрываться вот эта какая-то станция, установка. Кроме того мы можем ее запаутинить. Это можно увидеть, если мы уберем Майлзе. Там у нас паутинка, которая прикрывает эти снаряды. Ну и в целом здесь можно конечно же стрелять. И все вы помните, что я вам показывал в течение этого видео. Минифигурки. Они у нас новые. И я считаю, что 3 фигурки для такого среднего набора вполне достаточно. Тем более в виде таких ключевых персонажей, как 2 Человека-паука и целый Карнаж. Поэтому я считаю, что данный пункт также заслужил 5 счетов из 5. За детализацию. Ну здесь вот спорненько конечно. Данный мотоцикл вроде бы неплохой. Однако ему далеко до идеала. Как вы сами понимаете, он более игровой. Поэтому леговцы ни в коем случае не целились сделать его каким-то мега красивым. Он обычный. Здесь у нас в наборе много наклеек. Но также есть и принтованные детали в виде вот тех вот желтеньких тайликов. Желто-черных. Полосатых. Ну и еще можно придраться к техниковским дырам. Вот тут вот сбоку у мотоцикла. Однако я не буду сильно все-таки придираться. Поэтому поставлю просто 4 счета Кэптан Америки из 5. Потому что в целом набор выглядит неплохо. И комплектация. Я считаю, что здесь всего достаточно. Прямо хорошо такой собранный сет. Меня радует то, что леговцы добавили Карнажу и его симбиотические отростки. Потому что без них, наверное, все-таки этот злодей выглядел бы пустовато. И его одного было бы мало в этом наборе против двух пауков еще и на мотоцикле. Поэтому 5 счетов здесь гарантировано. И итоговая оценка этому набору 4,75 счетов Кэптана Америки из 5. Я считаю, что данный набор отлично подойдет для игры. Для пауки он в принципе тоже сгодится, но в большей степени, конечно же, этот сет игровой. Поэтому в первую очередь я вам советую его к покупке именно ради данных целей. Ну а приобрести вы его можете в сети сертифицированных магазинов Лего. По ссылке в описании. Оставляйте свое мнение по поводу этого набора в комментариях к этому видео. Пишите, какая мини-фигурка вам нравится больше всех из данных трех. Ну а также можете голосовать в высветившемся опросе вот здесь вот вверху. Всем большое спасибо за то, что досмотрели до конца мой обзор на набор 76113. С вами был SLM444. Не забывайте, конечно же, подписываться на канал, ставить лайки, комментировать это видео. И смотреть больше моих видеороликов по кнопочке внизу. Еще увидимся, Лего Мэны. Пока-пока. Пау! Данный генератор может взрываться. Так. Ну-ка. Давай еще. Последний раз. Сейчас точно получится. Вот так вот. Еее. 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 Да.